Дома также нужно Основное правило, которое нужно соблюдать Это поддерживать чистоту Большой объем проблем Победить психические атаки и наладить отношения в семье Помогут лица не из столицы Первый психологический фестиваль в Альметьевске Не обязательно уезжать в другие города Вышли на ночные поиски Более 500 добровольцев прочесывали городские кварталы Искали пропавшего подростка Спасибо всем волонтерам Жителям нашего города, не оставшимся в стороне Вы смотрите новости Альметьевска А это тема дня В студии Тимур Туманов Рядом с площадью нефтяников В Альметьевске частично обрушилась лестница Большая яма образовалась на верхней площадке Пешеходы обходят проблемный участок стороной И пишут про опасное повреждение в социальных сетях В чем причина обвала И как скоро его устранят Выясняла Татьяна Леонтьева Об инциденте стало известно накануне Когда горожане стали публиковать Фотообвала в соцсетях Заявка появилась и в народном контроле На уличной лестнице по улице Ленина Около УВД обрушилась верхняя площадка Ниже также имеются небольшие трещины Лестницу огородили лентой и поставили предупреждающие знаки Пешеходам теперь приходится искать обходные пути Одни ходят по велодорожке Другие поднимаются по лестнице Которые находятся рядом Некоторые идут на пролом Прямо по яме Редко хожу по лестницам Так что А сегодня поднимаюсь А смотрю Пришлось обратно идти Хорошо, что Благополучие Никто не пострадал Вот хорошо Впрочем, неудобство временное На место сегодня выехали рабочие Мы сегодня вышли на демонтажные работы По устранению провала Сегодня мы разберем верхнее покрытие с брусчатки А завтра начнем устранение По словам мастера участка В плите лестничной площадки Образовалась трещина Которая и привела к обвалу Также бетонные плиты просили Вследствие неуплотненного грунта Поспособствовала этому и влага Вот опирание, видите Кирпич разрушился Вода начала проникать И все, плиты начали оседать Осадки Влияли на уплотнение грунта Тоже влияют они Но также они влияли на Бетонную арматуру Железобетонная конструкция Дело в том, что бетон их Всегда впитывает влагу И при осенне-весеннем периоде Проходит молекулярное расширение И сужение влаги Которая разрушает бетон Если вы сейчас потрогаете там Некоторые плиты Они в руках разрушаются Они потеряли свои свойства Старые плиты и брусчатку демонтируют А на их место положат новые Работу над провалом займут Около четырех дней Другие площадки лестницы тоже переделают На это уйдет чуть больше времени Рабочие планируют отремонтировать Не только обвалившийся участок Но и всю лестницу Так как на всей ее длине Образовались проблемные участки На это уйдет примерно неделя Далее лестницу собираются Реконструировать полностью Об этом рассказал Глава района Тимур Нагуманов Он тоже выехал на участок Мы, честно говоря, планировали Этот спуск уже в этом году Реконструировать Планировали дождаться сезона Но сезон пришел быстрее Чем мы этого ожидали Сейчас задача следующая Поставлена в ближайшие дни Максимально устранить аварийность Проверить все остальные спуски На предмет нет ли там Такой потенциальной угрозы И до первого мая Мы должны полностью реконструировать Этот спуск Реконструкция должна затронуть И другие лестницы Находящиеся поблизости Средства на работу Выделила компания Татнефть Татьяна Леонтьева Тимур Туманов Альметьевск ТВ По всей стране Из-за коронавируса Усиливают меры безопасности В местах скопления людей Роспотребнадзор призвал Ограничить участие В массовых мероприятиях Предприятиям рекомендовано Устанавливать на входе тепловизоры Которые за секунды Определяют человека С повышенной температурой тела Альметьевцы Прибывшие из-за границы Из неблагополучных По коронавирусу стран Первое время Находятся под наблюдением Будет полностью исключена Ангелина Хабибулина Продолжит тему С начала года В Альметьевский район Прибыло более 30 человек Они приехали Из неблагополучных По коронавирусу стран 14 дней за ними Было установлено Медицинское наблюдение Опрос о самочувствии пациента Его жалобах И повышение температуры Сегодня в городе Медицинское наблюдение С изоляцией на дому Проходит 6 человек Это лица От 30 до 40 лет На сегодня они здоровы Жалоб И симптомы Схожих с заболеваемым Распиратором Вирусной инфекции Коронавирусной инфекции У них нету И жалоб они не предъявляют Лечебное учреждение На время карантинных мероприятий Этим лицам Выдается больничный лист До окончания Медицинского наблюдения Если самочувствие Человеку ухудшится И возникнет подозрение На вирус Будут решать вопрос О его помещении В специальный медицинский блок У нас в Альметьевском районе Обсерватор выделен Оснащение его Полностью комплектовано И Альметьевский район Готов для того Чтобы развернуть Этот обсерватор И начать принимать Контактных лиц Прибывших из эндомичных территорий С начала года В Альметьевском районе Зарегистрировано Свыше 12 тысяч Заболеваний ОРВИ Это на 15% ниже Уровня прошлого года 8 человек заболели гриппом Половина из числа Дети до 4 лет Которые не посещали Детский сад И не были привиты По словам специалистов Заболеваемость Не превышает эпидпорог Специалисты рекомендуют Избегать посещения мест Массового скопления людей А поездки в общественном транспорте Заменить на пешие прогулки Вести здоровый образ жизни Правильно питаться И соблюдать гигиену Основное правило Которое нужно соблюдать Это поддерживать Частоту рук Мыть их смылом Или специальным Дезинфицирующим средством Не касаться области глаз Рта и носа Немытыми руками Еще одним средством защиты Служит медицинская маска Она является механическим барьером От попадания человеку бактерий Носить ее нужно Не более двух часов Перед заменой маски Следует помыть руки В случае, если под рукой Маски не оказалось Или возможности Приобрести ее в аптеке нет Можно сшить ее самостоятельно Четырехшестислойная марля Обычно шьется И эти маски можно стирать Потом прогладить И повторно уже использовать Для своей безопасности Специалисты рекомендуют Если человек прибыл из стран Неблагополучных по коронавирусной инфекции Таких как Франция, Италия, Испания, Корея, Иран и Китай Сообщите в Роспотребнадзор Для проведения медицинского наблюдения И обследования Ангелина Хабибулина Ильшат Бахтиев Альметьевск ТВ На пожаре в Альметьевске Спасены женщина и двое детей Все произошло в среду 11 марта В 14.20 спасатели Получили сообщение О пожаре в пятиэтажном доме Номер 21 На проспекте строителей Горел электрощит На лестничной площадке Четвертого этажа Огонь не хватил площадь В один квадратный метр В подъезде было сильное задымление На пятом этаже находились три человека 12-летние девочки И 62-летняя женщина Пожарные вывели пострадавших С помощью специальных масок на улицу Медики установили У одной из девочек И у женщины отравление дымом И продуктами горения Вторая девочка не пострадала Все от госпитализации отказались Предварительная версия пожара Нарушение правил устройства И эксплуатации электрооборудования Более 500 добровольцев Вышли на поиски пропавшего подростка Об этом в своем аккаунте В социальной сети Инстаграм написала Пресс-служба главы Альметьевского района Минувшим вечером Новость о пропаже 12-летнего мальчика Облетела сообщество в соцсетях Массовая рассылка проходила И по мессенджерам В 22 часа добровольцы Развернули поиски Прошло около часа Когда стало известно Мальчик нашелся Спасибо всем волонтерам Жителям нашего города Не оставшимся в стороне Каждому неравнодушному родителю Всем, кто отнесся к ситуации Крайне ответственно и сочувствием Кто принял участие в поисках Распространял информацию Каждый мог оказаться в такой ситуации Когда незначительная помощь Могут спасти жизнь близкого человека Это еще не все новости Смотрите далее Победить психические атаки И наладить отношения в семье Помогут лица не из столицы Первый психологический фестиваль в Альметьевске Консультация в автобусе По городу проедет потребительский экспресс По улицам города проедет потребительский экспресс Сотрудники госалкогольинспекции Прямо в городском автобусе Ответят на вопросы по защите прав потребителей Жители смогут узнать, что делать Если они столкнулись с плохим обслуживанием Или купили товар с браком И куда нужно обратиться, чтобы отстоять свои права Специалисты объяснят, как правильно составить претензию И расскажут про нормы действующего законодательства Акция ежегодная Она посвящена Всемирному дню защиты прав потребителей Автобус будет курсировать в пятницу 13 марта С 10 утра до 12 часов дня Маршрут номер 5 А чтобы информация осталась с пассажиром дольше Каждому вручат информационный буклет В налоговой инспекции проведут дни открытых дверей Жители города проинформируют о порядке заполнения декларации о доходах Расскажут, о каких доходах нужно отчитаться Объяснят порядок исчисления, уплаты МДФЛ и наличие по нему задолженности Налогоплательщики смогут задать вопросы 23, 24 марта и 24 апреля В эти дни прием будет проходить с 9 утра до 8 вечера И 25 апреля с 9 до 15 часов дня Более 100 человек стали участниками первого психологического фестиваля Лица не из столицы Он проходил в течение двух дней Модераторами на площадках стали 10 профессиональных психологов Посетители могли не только принять участие в играх и психологических интерактивах Но и найти решение реальных жизненных проблем Хорошо, есть еще какие-то роли, которые мужчина должен исполнить? Что такое семейное счастье? Где и как получить психологическую помощь и избавиться от панических атак? На пяти площадках молодежного центра разместились спикеры Которые проводили игру и семинары с участниками фестиваля Лица не из столицы Его цель – рассказать о доступной психологической помощи Фестиваль носит такое название Потому что основная наша цель – показать, рассказать жителям города Что за решением проблем не обязательно уезжать в другие города И решение своих проблем можно найти на территории района На вечере собралось более ста участников Одних привел интерес к психологии и желание развиваться в этом направлении Другие хотели найти решение жизненных проблем Я сам по образованию психолог, мне эта тема интересна Я недавно вернулся в этот город И в данный момент мониторю, что происходит в этой сфере у нас в городе Немалый интерес у участников вызвала трансформационная игра О пути к финансовому успеху Здесь можно было узнать о том, как правильно распоряжаться деньгами и увеличить свои доходы Мы пытаемся отловить некие денежные негативные убеждения Получить советы от денег Трансформировать те убеждения, которые мешают человеку достичь того дохода, которого он стремится И по итогу определить, какое мышление у участника Развиваются в разных направлениях Просто заинтересовала игра про деньги И хотелось увеличить уровень дохода И чувствую, что что-то мешает, как будто, наверное, какой-то, может быть, затык есть Проработать как раз-таки хотел это в своем подсознании В игре дочки-матери обсуждали взаимоотношения между мамой, дочерью или сестрой Игра позволила участникам получить ответы на вопросы, связанные с тем, что мешает наладить контакт Что связывает стороны и как улучшить взаимоотношения В ходе игры можно решить такой большой объем проблем И сделать такой как бы скачок, который при проработке с психоаналитиком Или там при консультациях займет более продолжительный промежуток времени А здесь это происходит намного быстрее И поэтому во время игр даже может заболеть голова И она может в течение суток болеть Это говорит о том, что работа прошла хорошо Фестиваль проходил два дня Участниками стали более ста человек Организаторы планируют сделать его традиционным Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ Мы продолжаем прием заявок на кастинг телеведущих Требования к участникам, грамотная речь, привлекательная внешность, умение вести беседу Если вы хотите принять участие в отборе, отправляйте фото и краткую информацию о себе на номер, который вы видите на ваших экранах И расскажем о погоде на предстоящие сутки 13 марта в Альметьевске сохранится облачная погода Ночью и днем обещают кратковременные дожди Ветер юго-западный сильный, порывами до 17 метров в секунду Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололеда Ночью столбики термометров установятся на нулевой отметке Днем плюс 6 Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба Если вы стали очевидцем чего-то важного и интересного Есть вопрос, предложение, жалоба или хорошее известие Пишите нам по номеру 917 870 3236 через приложение WhatsApp Отправляйте фото и видео На сегодня это все новости Далее в эфире передача «Протокол» Я с вами прощаюсь, до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова